Ребята, всем привет! Вы на канале Dasha Models и сегодня видео будет посвящено обзору работ моих зрителей. Если вы хотите, чтобы и ваша работа попала в подобный обзор, то присылайте их ко мне на почту или в социальные сети. Вся подробная информация будет внизу в описании. Итак, поехали! А перед началом работы я хочу вам порекомендовать канал Егоркино Хобби. В нем автор уже сделал макет загородной усадьбы и принялся за работу над спорткаром Феррари. Ссылочки будут в описании. Ну и первую работу мне прислал Дэниэль. И это любопытная модель. Это немецкий танк Пантера 2,72 масштабе. И самое интересное, что она полностью разработана автором. То есть он ее полностью спроектировал и на специальной программе сделал ее 3D-модель. И также распечатал на своем собственном 3D-пристере. Очень даже удачно получилось. Кстати, обратите внимание, что есть характерные шероховатости на модели. Как раз характерные для печати. И, наверное, автору стоило бы выровнять сначала поверхность, чтобы модель смотрелась более реалистично. А так, модель очень понравилась. Особенно то, как она появилась на свет. Ну вот, я думаю, что и за таким моделизмом как раз будет и будущее. Вы просто представьте, что сидите вы дома, у вас есть 3D-принтер, который доступный. И то, что не нужно знать слишком много технических особенностей, чтобы им работать. Просто заправляешь материал, скачиваешь, покупаешь модель. Точнее, их чертежи, файлы. Например, в каком-нибудь интернет-магазине. В том же Я Моделист. Где сейчас можно купить большое разнообразие моделей по доступным ценам и с удобной доставкой. И скачиваешь ты эти чертежи, устанавливаешь и просто ждешь, пока тихонько пьешь свой чай. А модель печатается. А вторую работу прислала девочка Катя из Череповца. Ей всего 8 лет и она сделала модель танка Т-35 в 35 масштабе. И, судя по всему, это фирма Звезда. Катя окрасила танк кисточками. Я хочу сказать, что у нее это получилось очень отлично. Потому что не каждый взрослый моделист сможет так аккуратно покрасить танк. Особенно кистью. Что Катя молодец. И продолжай в том же духе. Ты молодец. А это Роман. Он прислал модель мотоцикла Yamaha в 12 масштабе. Это, пожалуй, первый мотоцикл в моих обзорах. Модель от фирмы Tamiya. Я полагаю, что работа с мотоциклами в этом масштабе очень похожа на работу с моделями машин в 24 масштабе. Тут не надо делать слишком много везеринга. Лучше его полностью отсутствие. И полировка деталей тут у Романа получилась отличной. Модель приличная. Красивая. Так, а это Марио Швольский. Он из Крыма и прислал очень необычную модель. Это, точнее, фигурка. И она персонаж из игры Dota 2 Queen of Pain. Кстати, это не первая фигурка, которая попадала в мои обзоры. Например, в предыдущих выпусках были фигурки из игр Metro, Doom и Resident Evil. По матчасти я, например, ничего не могу сказать по поводу этой фигурки. Потому что я вообще не интересуюсь игрой Dota 2. Хотя я знаю, что некоторые эксперты называют ее Dota 2. Но фигурка, как минимум, выглядит очень эффектно. И очень привлекательно. Автор постарался. Молодец. Кстати, напишите в комментариях, какие вы бы хотели видеть фигурки у себя в коллекции. Это Олег Марков. И он прислал модель за трофейного Красной Армии третьего штуга. Кстати, вот такой когнитивный диссонанс на национальной принадлежности техники всегда делает модель еще более интересной. И действительно, кстати, несколько штугов использовались в Красной Армии и в реальной жизни. Только вот, по-моему, у штугов гусеницы должны смотреть гребнями в другую сторону. И такая характерная ржавчина делает модель еще более коммунистической, что ли. Как будто машина пришла к нам из Red Alert. А это Сергей из Москвы. И он прислал модели фронтального погрузчика. Если я, конечно, правильно распознал этот вид техники. Причем любопытно, что эта модель сделана автором с нуля. И самое интересное, что из бумаги. И обратите внимание, насколько эффектно она окрашена. На ней нанесены характерные эффекты грязи, свойственные именно строительной технике. И смотрите, как скрупулезно выполнены элементы гидравлической системы. И такое чувство, что модель еще и электрифицирована. Еще Сергей, молодец. А это Влад из Петропавловска-Камчатского. Он прислал модель японской Toyota Corona Mark II. И да, это название прямо на злобу дня. Машина японская. Мы знаем, что на Дальнем Востоке очень любят японское. Ну и, наверное, все, кроме японских танков. Кстати, модель выполнена в 24 масштабе. И мне здесь очень нравится цвет. Это очень необычно вообще для моделизма. И самое интересное, как он красиво играет на солнце. Ну и хромированные детали здесь выполнены на соответствующем качестве. А это Петр из Донецка. И он прислал звездовскую Saus'у 172 масштабе. И модель для 172 масштаба выполнена с очень высокой степенью проработки деталей. И великолепно выполнены мелкие детали, например, как на крышке рубки. Единственный спорный момент у модели – это слишком копченый конец ствола. Потому что, насколько мне известно, что если у орудия нет дульного тормоза, то и коптиться оно так сильно не должно. Хотя я могу и ошибаться. Если это так, напишите в комментариях, пожалуйста. Так, а это тоже Сергей, тоже из Москвы. И он тоже прислал свою работу. Это полноценная диорама с советским грузовиком ЗИС-5В от звезды. Вообще, это очень узнаваемая модель, особенно по характерной декали на кузове. Судя по сюжету, тут красноармейцы везут горюче-смазочные материалы. И также распивают спиртные напитки. А также поют песни на паяне или на аккордеоне. Я, кстати, всегда путала эти музыкальные инструменты. Автору, наверное, предстоит еще немножко понабраться опыта в росписи фигур. Но тут самое главное начать и набить руку. Знаю, кстати, что многие моделисты боятся фигурок. Хотя работа с ними не настолько сложна, если сравнивать с тем же ЗИС-5. Еще у грузовика немножко мутноватые стекла, ну а сам сюжет просто отличный. Валерий из Ташкента прислал модель тяжелого немецкого танка «Тигр» в 35-м масштабе. Ну что же это за выпуск, если в нем нет тигра? Так вот, этот «Тигр» он в зимнем камуфляже. И у него очень классно изображен этот облезлый вид, что придает модели такой колоритности. Но мне кажется, что автор немножко переборщил с ржавлением траков на башне и щитов, которые защищают выхлопные трубы. Такое ощущение, что этот «Тигр» стоял не первый год под открытым небом в очень агрессивной среде. А это Женя Вертолет, и он прислал очень интересное исполнение довольно старой и известной модели танка ИС-2. Он его покрасил в необычный золотой цвет. Вообще, я считаю, что моделизм – это такой вид искусства, и каждый может делать все, что хочет. Тут самое главное – самовыражение и самореализация. Если человек получил удовольствие от своей работы, то остается нам только порадоваться. А если результат еще отличный, то вдвойне. Кстати, интересно, что бы на это ответил преподобный Химинус. Наверное, бы он выпустил набор металликов разных оттенков. А это Павел Фадеев, и он прислал модель танка Т-34 с полным интерьером и в 35-м масштабе. И что любопытно, что тут некоторые элементы брони выполнены из прозрачного пластика, чтобы показать, что там внутри. Такая модель будет неплохо выделяться на фоне других моделей, как минимум за счет своего непривычного вида. На такой модели, например, не сразу обратишь внимание на внешнюю окраску, а будешь просто рассматривать внутренние механизмы. Потому что, например, немногие знают, как устроен танк внутри. Как вы могли заметить, я вообще очень люблю модели с проработанным интерьером. И когда смотришь на такие работы, сразу понимаешь, насколько все сложно устроено. Это Дима Жуков, и он прислал две модели отечественных тяжелых автомобилей в 72-м масштабе от фирмы Тако. И я советую Диме поработать с мыфкой, например, от той же Томи или Пасифик. И если их использовать умеренно чуть-чуть, то улучшится восприятие таких машин. Ну а если автору нравится такое исполнение, то это его право. Это Илья из Екатеринбурга, и он прислал довольно интересную модель немецкого пулемета MG08 в масштабе 1 к 4. И напечатал он ее тоже на 3D принтере, как и автора еще одной модели в этом выпуске. Кстати, если эта модель вышла такая крупная, то почему бы не делать такие штуки, например, в масштабе 1 к 1? Или это плохо в плане законодательства? А это Сергей Спакуй. Он прислал модель советского автобусика Рафик в 43-м масштабе. И что самое интересное, это модель перекрашена от журнальной серии от D'Agostini. Как по мне, все модели журналов выглядят немножко игрушечными, и поэтому многие умельцы как раз-таки и занимаются перекраской. Кстати, я как-то в шутку в одном из своих видео предлагала производителям продавать собранные, но не окрашенные модели. Видимо, это неинтересно. Кстати, Сергей не признает модельную химию и красит модели либо автокрасками, либо художественными. И результат у него получился великолепный. Так что в моделизме главное желание и умение, и неважно, каким материалом ты работаешь. Так, а вы помните выпивающую парочку на диораме с ЗИС-5? Так вот, они уже продолжают что-то отмечать, но верхом на танке ИС-3. И работу прислал автор из Томска. И, судя по следам, на диораме ИС-3 припарковался задним ходом. Диорама, кстати, на ней очень естественно выглядит травка. Она такая сочная и болотная. И ИС-3 сам по себе очень харизматичный танк. Но автору еще предстоит набраться опыта при работе с фигурами. Ну что ж, все еще впереди. А это Андрей Фролов, и он из Украины. И он прислал модель Катюши. Кстати, в этом выпуске очень много советской военной техники, в отличие, например, от прошлого выпуска. Так вот, давайте посмотрим. Прям грязь на Катюше, она нанесена краской. И, судя по всему, глянцевой или полу-глянцевой. Что ошибочно, ведь грязь, она при таком ровном слое делает машину, что ли, более матовой. И знак гвардии слишком чистый, потому что машина сильно запалена. Странно. Так. Кстати, я собирала подобную модель, и это было довольно сложно. Сама модель разработана, наверное, в 80-х годах прошлого века. И автор ее победил, за что ему респект. А это Комиссаров Андрей из Тверской области. И он сделал внушительную диораму по мотивам вселенной метро. На диораме боец охраняет вход у безымянной станции метро. Также не очень понятно, какой фракции принадлежит боец. Думаю, что такие мелкие намеки, раскрывающие это, сделали бы диораму немного живее. А может быть, это все-таки одинокий сталкер, который выходит на вылазку. В общем, непонятно. Для такой классной задумки исполнения сюжета, мне кажется, чуть-чуть надо было додумать. Здесь очень классно, например, выполнены мелкие детали. Например, такие как шипы. И снег придает такой морозной атмосферы заброшенности. Мне бы, наверное, хотелось еще бы добавить название станции метро. Например, какую-нибудь Маяковскую. Это бы придало еще какой-то изюминке этой диораме. Милан из Чехии. И он сделал КамАЗ АТВД в 43-м масштабе. И благодаря ему наш выпуск снова становится международным. Кстати, я знаю, что в Чехии очень любят модели от фирмы АВД. И вот этот шикарный КамАЗ еще одно подтверждение этому. Кстати, такой КамАЗ я тоже собирала. Вообще, как-то не очень привычно выглядит этот КамАЗ на такой аккуратной брусчатке в Европе. Давайте посмотрим, что там в кабине. А там ящик с бутылками. Интересно, из-под чего? Надеюсь, что из-под Боржоми. А это Мартин из Польши. И он продолжает международную рубрику в сегодняшнем обзоре. И он прислал мне на обзор модель американского военного грузовика Ошкаш в 25-м масштабе. И для бумаги здесь очень классная детализация. И вот эти картонные коробки в кузове придают модели больше реализма. Но я советую автору присмотреться к художественным приемам в окраске. Тем более, что в выпуске была уже тоже бумажная модель и очень прилично окрашена. Так что, если Мартин, например, получил удовольствие от работы над моделью, то я считаю, что этот результат вполне себе имеет место быть. Ведь самое главное, чтобы результат нравился самому автору. А это первый корабль в рубрике моих обзоров. И это деревянная модель Галеона Сан-Джованни Батиста. Модель мне прислал Игорь. Но я сразу скажу, что в кораблестроении я полный ноль. И поэтому я могу только восхищаться такими работами. И она здесь очень внушительно смотрится. Я думаю, что этот корабль отлично бы украсил приемную какого-нибудь министра. И корабельную тему продолжает Николай из Москвы с деревянной моделью флагмана английского флота корабля адмирала Нильсона Виктория. И мне этот корабль напомнил воспоминания о фильме «Пираты Карибского моря». Кстати, не знаю почему, но корабелы как-то не очень любят использовать фигурки в своих работах. Мне кажется, они бы очень оживили такие модели. Это дядя Витя, так он представился. Прислал на обзор очень любопытную модель. Это немецкий третий штук. Примечательно, что на нем экипаж. И обратите внимание на проработку глаз. И очень тут харизматичный электрик с пулеметом в руке. Только я не очень пойму, то ли это штук с облезлым камуфляжем, то ли это такая цветовая модуляция. Не знаю. Ну, кстати, по позам фигуры заметно, что у модели есть даже небольшой сюжет. А это Роман Войтенко. И он прислал модель болида Ferrari 312 легендарного пилота Никки Лауда. Я думаю, многим известен этот пилот благодаря фильму «Гонка». Кстати, не знаю, заметили вы или нет, но эта модель выполнена из бумаги. И здесь очень классно изображено глянцевое покрытие на внешних панелях болида. И самое интересное, что двигатель, вы посмотрите, как он классно сделан. У него есть даже тросики, патрубки. И это просто удивительно для бумажной модели. Вот такой обзор у нас получился. Так что, если вы хотите, чтобы и ваша работа попала в подобный обзор, присылайте ко мне на почту или в социальной сети. Вся подробная информация в описании. А если вы прислали вашу работу, а я ее не включила в выпуск, то не переживайте, в следующей серии она должна появиться. Удачных строек вам! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok